Интернет Влюбляемся Но не всегда получается так Как хотелось бы Да, слушаю Серег, давай попозже А то я тут на свидание пришел Нет, другая Ну, стой, у меня не получилось Ну, что значит, почему? Понимаешь, я же через интернет знакомлюсь Ну, она сказала, что ее зовут Катя Смутило то, что на фото было подписано Даша А когда встретились, оказался Антон В общем, не получилось Характерами не сошлись Ну, ладно, все, давай попозже А то она должна уже подойти Надеюсь, хоть сегодня Все будет без обмана Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Простите, а что вы на меня так смотрите? Ой, Валера Да Да Очень приятно А я та самая Машенька Какая Машенька? Машенька из интернета Как? Машенька из интернета Это вы? Да А что вас так удивляет? Да, но на фото была девушка в школьной форме Все верно Это мои школьные фото С выпускного Без фотошопа Почти Да, но на страничке был указан возраст Восемнадцать лет Валера Не волнуйтесь Моей страничке в интернете Ровно восемнадцать лет Да, но я думал Что это вам Восемнадцать лет Валера Все верно Мне Восемнадцать Уже есть Ну За комплимент Спасибо Ну что Куда пойдем Может быть В планетарий Или В ресторан Мария Какой планетарий Какой ресторан Ну Я Хотел Познакомиться С той Которая На фото В школьной форме Ну ладно Тогда поедем Сразу ко мне Школьная форма Как раз У меня дома Не нужна мне Ваша Школьная форма Не нужна И вообще Мария Извините Но мне Пора Пора Извините Мария Пора Подождите Валера У меня еще Костюм Красной Шапочки Есть А что Не так То Восемнадцать Мне уже Есть Есть Фотографии В интернете Мои Мои Все Честно Без Обмана Ну Ничего Завтра Еще С одним Встречаюсь Так Я К нему На свидание Сразу В школьной Форуме Пойду В субботу на пенсию меня провожали Все бригады Ну накрыли столы, все как полагается Сидим в бане Ну шум, гам, веселье там Вот так И тут Серега говорит Слышь, Вась А у тебя любовница есть? Я говорю, а зачем? Мне жена есть Больше 45 лет живем Трое детей А внуков как стали приплачивать Так они и плодятся Не, у меня все хорошо Серега говорит Дурак ты, Вася Если у мужика нет любовницы Значит он неудачник Понял? Надо срочно завести любовь Я говорю, Серега Ты посмотри на меня внимательно Пока я тут в бане стою перед тобой В первозданной красоте Неужели ты не видишь Что определенные фрагменты Моего организма Уже не испытывают Того энтузиазма И душевного подъема Как в былые годы Что мои Биологические часы Давно показывают Семнадцать-тридцать Сумой Тополь М Уже давно снят с вооружения Старый пес Выполняет только две команды Лежать И умри В общем Обиженная ливерная колбаса Серега говорит А знаешь почему? А потому что у тебя нет любовницы А вот заведешь любовницу У тебя все будет Не обиженная ливерная колбаса А не сгибаемый сервелат А на часах Снова будет полдень Я сел Давай думать Кого взять в любовнице? Первая мысль знаешь какая? Думаю Надо жену спросить Не, ну она всегда все знает Потом думаю Да не, неудобно Сам справлюсь Стал перебирать Всех знакомых женщин Вот так Верка Бухгалтерша Сразу нет Она у меня в калитку не пролезет Там такие объемы Мы дырокол потеряли на работе Оказалось Она на нем целый месяц сидела Даже не почувствовала Представляешь Уборщица наша Ну конечно Не Софи Лорен Но что интересно Когда начинает мыть пол Она преображается Она вот берет тряпку Наебается И как в театре Занавес Змывает вверх И открывается необъятная сцена И так хочется Выйти на эту сцену И устроить там представление С ней случай был Ну так Между нами Значит Она мыла полы Ну Еще года два назад И один наш Дурачил С нашей работы С бодуна Вышел И стал к ней приставать Ну так Честиволист Стали зудить его Ну Товарищи Судом И судья говорит Я хочу спросить вас Потерпевшая Вы же могли Вперед убежать От его Она говорит Куда? По помытому? Понимаешь? Или Или смотри Училка Сашкина Такая эффектная С прической Нет Нет Начнет еще Мне Оценки ставить Скажет Выполнил работу Небрежно С ошибками Пересдать Сегодня два А ты способен На пять Не встал При виде учителя Нет А теперь Выйди И войди Как полагается Нет Вот окулиска наша С поликлиники Там такое декольте Такие джамалумбы Взгляд не оторвать Она мне говорит Это какая буква? Я глянул Говорю Это Д Она говорит Как это? А Я говорю А это у моей Ленки А у вас Д А от Д Отличается Как шлюпка От авианоска И Д У нее супер Характер Вредный Кто еще кто? Вот Нинка Соседка Хозяйка Видать хорошая Знаешь У ей С квартиры Сюда Чем-то вкусным Пахнет То пивком То водкой Ну у нее Сильный недостаток У нее сильный Очень сильный У ей Муж Боксер Очень сильный Не Надо кого-то По безобиде Как же Людка С пятой Квартиры Такая Зайка Зайка Знаешь почему? Потому что Уши огромные Не Не Когда в шапке Нормально Ну что Каждый раз Просить шапку Надеть Или только Зимой С ней шашни Водить Не Не Мне Всесезонная Любовница Нужна Так К нам Подъезд Вот Въехала Соседка Новая Ну на эту Похожа Ну красивая Певица Была Помни Международная Такая С волосами С бородой Это Кончита Вурс Кончита Вурс Из ее квартиры Все время Стоны Раздаются Только Не пойму То ли Она такая Страстная То ли У ей Болит Что-то А Консьержка Мне по секрету Сказала Шукей Никто Не ходит Кстати Консьержка Неплохой Вариант Всегда Рядом Пошел Мусор Выносить Запишал На минутку Консьержки И домой Главная Жена Довольная Муж Чистюля Каждые Полчаса Мусор Выносит Не-не Или спустился За почтой Взял почту И эту Консьержку Стоп Там же Камеры Будут потом Всем подъездом Смотреть Как сериал Голые Смешные Кого же взять В любовницы Кого О Спортзале Алена Бодибильдерша Она такая Мускулистая У ей Везде Мускулы И Знаешь У нее Даже нос Накаченный Она вот Когда чихает Сдувает Всех К чертовой Матери Что Хорошо Жена Если с ней Застукает Подумаешь Что мужик Тебе Тоже Неудобно Еще Хуже Надо Кого-то Покрасивше Вот Секретарша Шефа Кристина Во Красивая Такая Собака Но Избалованная Придется Подарки Ей дарить Шмотки Покупать В рестораны Водить Нет Дорого Дорого Кто еще Баба Зоя Ну это За грани В 80 лет Хотя Смотри Ей подарки Дорогие Не надо Купил Хорошок С рассадой Счастлива В ресторан Водить Не надо Баранку В чай Размочил Все Бизнес Ланч Молодой Шмотки Нужны Вот Всякие Гучи Фигучи Луи Батон Баб Зои На базаре Купил Ситцевый Халатик Все Телка Упакованная Вот Баб Зоев Кризис Оптимальный Вариант Хотя Конечно Хочется Посвежее Вот Светка Она Вся Такая Подтянутая Ну в смысле Подтяжки На лице Делает С каждым годом Все больше Больше У нее У нее Уже Брови Здесь На затылке Серьезно Она смотрит Вот так Боком А губы Так накачала Не 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 пельменей А вот Как два Лаваша Знаешь Знаешь Вот Ну Она Чтобы Вперед Посмотреть Губы Отворачивает Короче Я говорю Серега Думал Думал Ни одной Любовницы Найти Не могу Да и Ленку Жалко Святая Душа Ты чего Столько лет Меня отдала Ты чего Верная Вот такая Серега Говорит Тем более Ей нужен Успешный Муж А не Неудачник Какой На телефон Звони Баба Безотказная С нашей Бригадой Никому Не отказала Звони Я Набрал Ленка Моя трубку Взяла Хорошо Мы вовремя Позвонили Как раз Моего Дебила Нету Дома Я говорю Ленка Ну что Здорово Мы тебя С Серегой Разыграли Да Чтоб ты Не грустил Что на пенсию Выходишь Но честно Говоря Грустил Я недолго Потому что Вечером На пенсию Ушел А утром Опять На работу Пенсионный Возраст Подняли Так теперь Меня вообще Не до любовницы Тем более Что от добра Добра Не ищут А Ленка Моя Вот Такая Баба Спасибо Добрый вечер Дорогие друзья Сегодня в нашей передаче Мы поговорим с вами о том Каким должен быть настоящий мужчина Вы знаете Настоящий мужчина Он ведь ходит по улице На нем скапливаются бактерии Сальмонеллы Разные Поэтому его нужно Почаще Менять Или просто Протирайте его Спиртом Смотрите К нам рвется Жанна Агузарова Хочет что-то сказать Здравствуйте У меня большие проблемы Это и видно Невооруженным глазом Не упрекай меня Постой Скажу что мой мужик Отстой Он как эстрадная звезда Не одевается Не носит желтые трусы Не красит розовым усы Со мною полететь на Марс Не собирается Он не кричит кукаряку Не вреет на головашку Короче, много нам такого Непонятного Но я немного подожду Ты приведи мне джигурду Я замуж за него пойду За адекватного А слова мои Всегда просты Зачем я нашла себе Мужик такого фигового Ты, ты, ты Найди мне ты Нового мужика Нового мужика Нового Размечталась Все-таки настоящий мужчина Он должен быть ласковым Он женщине должен целовать ручки А если целовать немытые ручки То сальмонелла вам обеспечена Поэтому протирайте ручки спиртом И вообще, когда женщина выходит замуж У нее в организме выделяется гормон счастья Поэтому рекомендую всем женщинам почаще выходить замуж Вообще-то плакать иногда полезно Так из организма выводятся соли Только плачьте в раковину Потому что если плакать на пол То могут завестись бактерии А если в доме завелись бактерии Их можно протереть спиртом А если в доме завелся мужик То уж никакого спирта не напасешься Правда, Кристина? Это что же это такое получается? Ведь когда мужчина в женщину влюбляется Он опрятен и побрит С виду вылит и пропит Ну а женится во что превращается? Губки бантиком, бромки домиком Похож на маленького сонного гномика Очень любит до двенадцати поспать А проснется сразу в танчике играть Вы знаете, это типичный случай Когда мужчина долго живет с одной женщиной У него наступает привыкание Да, как говорится, мужик не собака Чтоб одна хозяйка на всю жизнь Мужик любит разнообразие Но главное, чтобы это разнообразие Не вызывало и сжогу, и сальмонеллез Поэтому протирайте разнообразие спиртом Итак, из нашей сегодняшней передачи Мы узнали, что хороший мужчина На дороге не валяется Поэтому где бы вы эту гадость не подобрали Протирайте спиртом И я желаю, чтобы ваш мужчина Когда-нибудь вам сказал Давай полечимся Всего вам доброго Есть мужчины, как баркасы Есть мужчины, как корветы Как двухполубные яхты Со штурвалом и рулем Если хочешь быть здоровой Если хочешь быть счастливой Заведи себе мужчину Пусть он будет королем Пусть в доме будет королем Жене Люсь Ты чё это? Ты чё это на ночь глядя вырядилась? А? Накрасилась, как шлюха Всё Хватит путь по течению Дальше так продолжаться не может Что? Что случилось-то? Хватит всё Сколько мы лет вместе живём? Ну давно уже Вот Вот А это плохо для семейной жизни Мы привыкли друг к другу Понимаешь? По телевизору рассказывали Когда муж привыкает к своей жене Он Он перестаёт её замечать Поэтому время от времени Нужно устраивать Ролевые игры Люсь Ты чё? Какие нахрен ролевые игры На ночь глядя? Мне завтра на работу Вот Ты меня не любишь Ты меня не любишь Да я люблю тебя Ты меня не любишь Ну ладно, ладно Ладно, хорошо Что? Что? Давай играть Какая игра-то? Давай Представь Представь Что я Это не я А кто? А хорошенькая сексуальная девушка Я стою на улице А ты снимаешь меня За деньги Я не понял Ты чё? Проститутка что ли? Да нет Я играю роль проститутки А ты снимаешь меня за деньги А Нет Люсь Если тебе деньги нужны Ты так и скажи И пошли спать Ты меня не любишь Ну ладно, ладно Хорошо Хорошо Сколько? Нет, плохо Я не вижу заинтересованности в глазах Ну ладно Ладно Сколько? Пять тысяч Сколько? Пять тысяч Ни хрена себе А чё так дорого-то? Ах ты сволочек Ты гад Ты прой... Чё ты дерёшься? Подожди, Люся Чё ты ничего? Ты чё? Откуда ты знаешь, что дорого? А? Ты торговался Не-то приценивался что ли уже? Да ничего я не приценивался Я в кино видел в прошлом году Там мужик За две тысячи Девок снимал Потом не знал, куда от них бежать За две тысячи Столько желающих у него Потом нашлось Нашлось А тут целых пять тысяч Ты в зеркало-то давно осмотрелась? Ах ты сволочек Ну стой, Люся, чё ты дерёшься-то? Чё ты дерёшься? Я не тебе говорил А проститутки? Это же игра, ты сама хотела Ну ладно Ладно Нет, мужчина Ваш фильм уже устарел Уже не две, а пять тысяч А ты откуда знаешь? А? Зойка рассказывала Подруга Так что придётся накинуть ещё Да, на инфляцию Ну извини, ненасытный Я же не знал Что у вас двое Ты ещё какая-то инфляция Ага, сейчас Размечтался Двое Ты с одной этого правиться не можешь? Я не понял Я не понял Ты сомневаешься в моих способностях, да? Ты сомневаешься во мне как мужчина? Всё, я обиделся Я обиделся, я пошёл спать Подожди, Коля, Коля, ну стой Ну подожди, ну не обижайся, Коля Ну давай ещё раз Подожди, давай Я, я Танька Какая Танька? Та самая Танька Из второго подъезда А? Интересно Интересно? Не, ну, а А ты где? А я ушла на работу Во вторую смену Звони Таньке А, ну, звоню Алло Танюха Танюха Танюха, заходи Моя во вторую Ах ты, сволочь Ах ты, гад, поразит, гад Чё ты дерёшься? Чё ты дерёшься-то, люди? Ты чё? Ты чё? Что? Чё дерёшься? А? У тебя с ней что-то было? Да ничего не было Ничего не было? Ты что? А? Да ты сказал, что заходи Моя во вторую Ты ей всё время будто так говоришь? Да ничего не... Просто я артист хороший Я тебе не верю Ладно, тоже мне, Станиславский Верю, не верю Всё, надоело Наигрались Я пошёл спать Подожди, Коля Коля, подожди Коля, ну давай ещё разок Давай ещё попробуем Чё пробовать-то? Чё пробовать? Ты дерёшься каждый раз Я больше не буду Ну ладно, что там ещё-чё? Давай, Коля Давай Ты петух В каком смысле? В самом прямом Петух Петюшок Птица А я Я твоя курочка Я твоя курочка Я убегаю от тебя Ты меня догоняешь И накрываешь меня На ночь бегать? Да не Перед сном полезно Давай, давай Догоняй меня Куда-как-так-так Ну догоняй, Коль Куда-как-так-так Ну чё ты так быстро добежишь? Я же не успеваю Ой, тоже мне петух Пенсионер с гребешком Ладно, хорошо Давай, я сяду Я сижу Я сижу, значит, да Вот А ты Сзади подходишь Подбегаешь И Наскакиваешь на меня Давай Куда-к-так-так Куда-к-так-так Куда-к-так Ну что, ну, Коля Куда-к-так-так Ну что, что, что Он не наскакивается что-то. Ну давай, хорошее артист. Кудах-так-так. Ну что кудах-так-так. Ты думаешь, это, возбуждать что-ли? Кудах-так-так. Только яичницу хочется. Понимаешь, мне что-то не хватает, что-то мне не хватает. Понимаешь, какой-то декорации какой-то. Какую-то декорацию тебе? Что? Понимаешь, это декорация какая-нибудь. Что тебе еще? Нагадить по медам, как курятники? И это перебор уже, ты сильно, понимаешь. А вот пшена, пшена можно. Вот пшено будет хорошо. Сейчас, подожди, вот. Пшена мы рассыпем, вот. Вот сейчас, кругом, пшеном, вот, а. Ну, я не знал, что так пшено-то так заводит-то. Эх, сейчас я тебе, Люська, ну. И-и-и-и-и. Ну, держи, сейчас я тебя. Куда так-то? Куда? И-и-и-и. Куда так? Ну, что ты, Голя? Что-то не могу, понимаешь. Ну, не похожи ты на курицу, понимаешь, не похожи. Подожди, подожди, Люська, у нас где-то старая подушка была. Зачем? Ну, сейчас мы, понимаешь, перьями тебя всю на клей-момент прихватим. Какие перья? Какой клей? Мне завтра на работу. Ну, понимаешь, ну, как же сделать, чтобы как-то было по-натуральному. О, подожди, яйцо. О, яйцо, на, садись. Садись, ты высиживаешь яйцо. О, ты сидишь, высиживаешь яйцо. Ну, цыплёнка высиживаешь, понятно? А я сзади. Я сзади. Твой пятипетр шаг так. И-и-и-и. Ой. Что? Что с тобой? Яйцо раздавило. А потому что худеть надо, Люсенька. Прежде чем курицу изображать. Я только в раж вошёл. Давай что-нибудь другое. Давай быстро сейчас придумаем другое. Давай, ты корова. Сам ты козёл, пришивай. Да не обижайся ты. Корову мне легче представить. Понимаешь? Легче. Давай. Ты корова. Ну, хватит повторять. Значит, ты корова, а я бык племенной. Я бык осеменитель такой. А? Бычара такой. Меня специально для этого дела из Лондона выписали. Я подхожу к тебе. И так мычу. По-английски так. Гуду. Ой, не любят они нас там в этой Англии, в этом Лондоне. А чего ты так решил это? Да вместо быка какого-то дохляка прислали. Кто это дохляк-то? А? Кто это дохляк? Вообще, зачем ты мне нужна? Зачем ты мне? У меня таких, как ты, тёлок, целое стадо. Понятно? Нет тебе никакого стада. Как это нет? А вот так. Сдохли все. От чего? От ящура. Я одна осталась. Я одна осталась. Иди ко мне. Не-не-не, отойди. Отойди. Ещё не хватало от тебя ящер подцепить. Стой. Куда ты пошла? Ты обиделась, что ли? Люсь. Люся. Чё ты там делаешь-то? Чё тебе там трещит-то? Я платье пытаюсь школьное на себя натянуть. Платье школьное? Да ты что, зачем? А, понял. Понял, Люся. Я понял. Ты будешь изображать школьницу, да? А я учитель. Тук-тук-тук. Можно войти? Да, входите. Здравствуйте. Здравствуй, девочка. Здравствуй. Как тебя зовут? Люся Иванова. Из 10-го Б. Это же сколько лет ты в одном классе сидела? Ах ты сволочь. Ах ты гад. Ну не дери, спать, драться. Что ты? Я пошутил, пошутил. Ну что ты? Люся Иванова. Ну ты хочешь пятёрку получить, да? Да. Хочу. А вы не будете ко мне приставать? Не-не, не буду. Иди. Иди пенсию оформлять. Ах ты сволочь. Ах ты гад. Ну ладно, ну хватит. Ну, да пошутил. Ну, Люся, ну всё. Всё. Я тебя и так люблю. Без всяких этих ролевых игр. Ну. А вспомни на самом деле. Вспомни. Как мы познакомились с тобой в школе. Я в восьмом, ты в седьмом. Да? Как ты меня первый раз поцеловал? Ну, дорогая ты моя. Так что я тебя и так люблю. Ты у меня ещё... Ого-го! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok